Центробанк России решил в ближайшее время избавить кошельки россиян от монеты в одну копейку. Сегодня профильный комитет Госдумы, рассмотрев предложение банкиров, согласился с тем, что копейку надо вывести из обращения. Чем помешала мелкая монета, спросим у экономического обозревателя НТВ Игоря Политаева. Ну, производство копейки убыточно и в основном, прямо скажем, она просто оттягивает карманы. Центробанк обратился в Госдуму с просьбой рассмотреть законопроект о прекращении чеканки копеек и пятаков. Как пишут ведомости, письмо в Думу направил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский. Он указал, что производство мелочи убыточно. Чеканка одной копейки обкурится в 47 копеек, а пятачка в 69. Окупаются только монеты в 5 и 10 рублей. Между тем, цены на металлы, из которых штампуют мелочь, не думают снижаться. В 2010-м медь подорожала на 38%, а никель на 44. При этом копейками не пользуется 87% россиян, показал опрос Левада-центра. Конечно, возникают опасения, а не подстегнет ли отказ от мелочи инфляцию. Но Центробанк подготовил проект закона, по которому суммы платежей будут округляться до 10 копеек в сторону уменьшения. Это при расчете наличными. А по безналу копейка вообще никуда не денется. Комитет Думы по финансовому рынку насчет отмены копейки согласился, а с пятаком считает, что еще надо подумать. Но в любом случае, сейчас копейка в обороте более 7 миллиардов. Из оборота они будут выводиться постепенно, так что можно завести копилку для уходящей натуры. Игорь, а возвращаясь к первой теме, все-таки вот, конечно, копейка, вот если объективно говорить, конечно, абсолютно бесполезная вещь, но жалко, да, символичная. Но с другой стороны, в магазинах все равно ее все оставляют, потому что иначе отдельный кошелек носить надо. Игорь, а вы, кстати, вот с дачи-то берете в магазинах? Все до копейки. Ага, и что? У меня дома вот такой мешок уже. О, на что копим? На квартиру, друзья. И тогда вам пожелать остается удачи, здоровья и долгих лет жизни. Это круче, знаешь, это навес, как драгметал сдать, быстрее получится и выгоднее. Спасибо. Игорь Полетаев с экономическим обзором дня.